Всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему канал Вонгеймс, и сегодня у нас супер-челлендж на рампе Боб Слейтс. Итак, по традиции мы начнем с представления персонажей. Итак, у нас сегодня уступает Халк, Спайдермен, вот такие у них крутые машины, Оптимус Прайм, Призрак, обалдеть, какие у них навороченные машины, Нова приехал показать себя, Бамблби, друг Оптимуса Прайма, Соколиный Глаз, обалдеть, какие тачки, Киборг приехал тоже, другие друзья, Конечно же, Зеленый Гоблин и Веном, Так, и еще двое у нас, Доктор Стрэндж и Кроус Бон, Вот такие вот супергерои, друзья, приехали показать себя на мега-крутой рампе Боб Слейтс. Ну и что же, не будем затягивать, перейдем непосредственно к самому испытанию. Правила, как всегда, простые, кто первый проходит этот челлендж, тот и побеждает, дорогие друзья. Что же, Человек-паук уже стартует на своей крутой тачке, Сегодня у всех такие обалденные тачки, что просто не отвести глаз. Итак, первый участок рампы Спайдермен прошел на отлично. Итак, второй прыжок тоже удался, и тут его зацепает лопасть этой ветровой мельницы. Что же, дорогие друзья, Человек-паук не справляется с этим испытанием и падает. Так, главное теперь выбраться ему бы из машины. Да, вот так вот он выламывает дверь и успешно выбирается. Ну что же, переходим к следующему супергерою, а это Халк. Вот обалдеть, какая тачка. Там даже, по-моему, написано, сколько лошадиных сил. Да, 750 лошадиных сил. Ну что же, такую тушу, как у Халка, надо очень много сил, чтобы провести по этой невероятной рампе. Итак, первый участок тоже проходит на отлично. Молодец, Халк. Так, второй участок рампы. Так, чуть-чуть-чуть-чуть. Есть, допрыгивает, допрыгивает, друзья. Я всегда думал, что он упадет, но нет, справляется Халк. И что же, тут вот начинается как раз-таки боб слейд. Рампа, собственно, поэтому так и названа, что тут надо вот так вот скользить, как в этом виде спорта. Так, и промахивается Халк на второй рампе и выбывает из челленджа. Ну что же, неплохой результат. Давайте перейдем к следующему супергерою. Итак, у нас на очереди Оптимус Прайм с планетой Кибертрон. Он прибыл на Землю, чтобы помогать людям защищаться от десептиконов, которые хотели уничтожить Землю. Итак, первый участок рампы Оптимус Прайм проезжает на отлично. Кстати, Оптимус Прайм мог просто сканировать. Обалдеть, нифига себе. Вы видели, какой удар пришелся? И еще один, дорогие друзья. Он просто не может проехать через эту ветряную мельницу. Она сбила его два раза. Я не понимаю, как ему машина вообще до сих пор выдержала такие невероятные удары. Но он продолжает. Посмотрите, он уже не выехал на бобслейную прямую, так сказать. И что же, делает прыжок и... Нет, не попадает на рампу. Ударяется прямо об ее угол. Вручим ему отдельную грамоту за колоссальные повреждения по машине. Ну что же, переходим к следующему супергерою. Это Призрак. Обалдеть, какая у него тачка. Какой клиренс. Смотрите, она максимально низко стоит. Просто там даже не видно просвета, дорогие друзья. Итак, первый участок рампы. Давайте посмотрим, сможет ли пройти. Да, проскакивает. И тут проскакивает. И здесь тоже проскакивает. Молодец, Призрак. Что же, выезжает на бобслейную часть рампы. Так. Скорость, конечно, маловато. Не как у других супергероев. Ну что же, не все подготовились, так сказать, к этому челленджу. И должным образом не зачинговали свои машины. Но зато это помогает Призраку проехать на другую бобслейную часть рампы. И это пока новый рекорд по прохождению данного челленджа, дорогие друзья. Давайте поздравим Призрака. Так, давайте посмотрим, что же будет дальше. И есть прыжок, дорогие друзья. Но походу мимо рампы. Да, дальше этот челлендж для Призрака закончен. Он еще и вот так вот вывалился просто из машины. Ну что же, неплохой результат. Давайте перейдем к следующему супергерою. Это Бамблби, друг Оптимуса Прайма. Так, вот он садится уже в машину. Машина, кстати, похожа на самого Бамблби. Я так и не понимаю, кстати, почему они не сканируют эти машины и сами не превращаются в них. Им нравится просто ездить на других машинах. И что же, так, первую часть рампы он тоже проходит очень даже уверенно, дорогие друзья. Молодец. Отличные прыжки совершает. Ровно, ровно приземляется на четыре колеса. Как вы думаете, поможет ли это ему проехать дальше, чем Оптимус Прайм? Итак, ключевой момент. Есть прыжок. И сможет ли он попасть на рампу? Нет. Он, по-моему, нет, друзья, он попадает и он проезжает дальше, чем Оптимус Прайм. Дальше, чем его предводитель автоботов. Итак, посмотрим, проедет ли он дальше, чем Призрак, дорогие друзья. Это может быть новый рекорд. Новый рекорд. Итак, прыжок. Обалдеть, нифига себе. Его сбивает ветровяная мельница прямо в воздухе. И он не проезжает дальше. Итак, у нас на очереди нова. Посмотрим, сможет ли он справиться с этим челленджем. Такая вот у него машина. Похоже, она совершенно-совершенно черная. Да, нету даже ни одной наклеечки. Так, он разогнался. Есть отличнейший прыжок, дорогие друзья. И тут он попадает в ветряную мельницу. Обалдеть, посмотрите, как сплющило машину. Вообще, нифига себе. Обалдеть. Ладно, давайте перейдем к Киборгу. Он следующий на очереди. У него тоже, обалдеть, какая тачка. Тоже где-то около 1000 лошадиных сил. И я думаю, что он должен тоже неплохо справиться с этим испытанием. И не попасть ни в одну ветреную мельницу. Итак, а первый участок рампы. Посмотрим, сможет ли он его пройти. Да, проходит, дорогие друзья. Молодец. Отлично справляется со своей задачей Киборг. Вот тут маленечко, он маленечко чуть не накосячил. Но, слава богу, прошел. Так, попслейная часть рампы. Посмотрим, пройдет ли он ее. И перепрыгнет на вторую часть. Так, надо перевернуть машину. Но нет, дорогие друзья. Хотя, да, был шанс, был шанс у него. Но он его упустил, дорогие друзья. И падает там же, где большинство супергероев. Итак, кто у нас следующий на очереди? А на очереди у нас Соколиный Глаз, дорогие друзья. С таким глазом его не просто так назвали. Я думаю, что он будет предугадывать все прокрутки ветряных мельниц. И сможет проехать это испытание, чтобы не попасть в ветряную мельницу. И не выбыть из челленджа. Так, первый участок. Да, помогает ему этот, собственно говоря, глаз. И он проходит это испытание. Точнее, первую часть этого испытания на отлично. Итак, боковая рампа. Поп-слейм начался. Скорость маловато, друзья. Я все-таки думаю, что он не сможет допрыгнуть и упадет в проковом месте. Хотя нет, смотрите. Он вообще промахивается и попадает в ветряную мельницу. Все-таки не предугадал он. И так, все-таки это зловещее место. Тут все супергерои падают. Ну что же, может быть, у Венома получится пройти это испытание. Посмотрите, какая у него забавная машина. Обалдеть. Так вот он разгазовывается, прогревает шины и начинает свое выступление. Так, первый участок рампы. Машина, кстати, довольно резвая, несмотря на свои размеры. Так-то первый участок рампы проходит на ура. Да, молодец, Веном. Поздравляем его с этим. И так, посмотрим, сможет ли он справиться с испытаниями в обслей. Сейчас будет впереди роковое место, где падает большинство супергероев. Нам его надо проскочить. Точнее, не нам, а Веном. Обалдеть. Смотрите, как он машиной управляет в воздухе. Да, он справляется. Молодец, отличный прыжок. Веном справляется с этим прыжком и продолжает свое движение по этой рампе. И на этом участке испытания. Так, главное, вот этот участок тоже перепрыгнуть. Он очень опасный. Тут может попасть прямо по машине этой лопастью. Да, он перепрыгивает. Только-только хватает. И это новый рекорд, друзья. Он проезжает дальше всех. Пока что Веном лидер этого испытания. Тут он врезается непонятно во что. Конечно, не было никаких препятствий. Но просто вот машина остановилась. Наверное, там что-то все-таки было невидимое. Может, это кто-то колдует специально. Так, тут у нас еще один участок. Споп слеем. Так, вот так надо машину поставить боком. Боком ехать. Боком по рампе. Давай, Веном, старайся, старайся. И прыжок. Главное попасть. Да, он попадает. Смотрите, маленько разворачивает машина. Но тут, слава богу, никаких прыжков не надо. Тут можно заехать на следующий участок с земли, дорогие друзья. Главное, не попасть на лопасть. Не попасть на лопасть. Веном, давай, мы в тебя верим, дорогой друг. Проедь, пожалуйста, это испытание. Да, есть прыжок. И он справляется с этим испытанием. Вот он приехал на старт уже. Не успевает, правда, затормозить. И попадает на другую битвину мельницы. Но ничего страшного. Он победитель данного испытания. Веном. Кто бы мог подумать, дорогие друзья, что Веном пройдет это испытание. Ну что же, победитель определился. Это значит, что видео надо подводить к концу. Всем спасибо, дорогие друзья, что были с нами до конца. Если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.